Приветствую вас, как вам уже сказал мой коллега, депрессия это диагноз, это заболевание, лечится оно врачом, психотерапевтом, либо психиатром, как правило, при использовании медикаментозных средств, потому что это довольно тяжелая расстройство. Считается, что депрессия это разболосновка жизни, то есть когда человек не может адекватно, например, отдыхать, когда человек не может адекватно работать, когда человек ест, а где попал, как попал и так далее. И это происходит, как правило, в результате стресса. Стресса затяжного, периодного, в котором нету просвета, то есть нет возможности его как-либо разрешить. Нет возможности как-либо избавиться от стресса. А его объем при этом такой, что человек сам своими силами справиться с ним не может. И что-то заключается в том, что вы можете, вот то, что вы реально можете сделать, это попробовать снизить уровень дресса вашего мужа. Для этого, конечно, нужно, чтобы вы, во-первых, определились, с чего у него началась депрессия, как давно она у него длится, почему вы называете эту депрессию тяжелой, то есть вы сами определились, что она тяжелая или откуда у вас информация об этом. Вот. И если уровень стресса снизится для вашего мужчины, то будет гораздо легче ему уже самому что-то делать. По каждому его стрессу, вот этот вот негатив, нагрузка, давление прибивает его к земле и не позволяет ему подширкивать хоть какой-либо мотив. Знаете, вот что такое мотив? Мотив – это желание, а это вот представленное в сознании как бы желание. И мотив – это когда человек это желание не только осознает, то есть не только осознает, понимаете? Ну и когда предваряет его в жизнь. Так вот, момент здесь в том, что для мотива, для того, чтобы свои желания как-то притворять в жизнь, нужно условия нужны для этого. А если условий нет, то откуда, соответственно, возьмется тогда вот эта вот потребность, возможность продвигать свой мотив. Что касается стимула, то стимул здесь вы можете дать только извне, и в некоторой степени это можно назвать манипуляцией. Если вы так посчитаете, что это манипуляция, ну, это будет ваше право. Приубедать вас в обратном я не буду. Самое слово, не считаю себя вправе это делать. Во-первых, вы можете напомнить своему мужу о том, что ему, например, когда-то нравилось. Ну, просто вот напомните ему о том, какие у него увлечения, у мужа вашего. Были, были, есть, могли бы быть и так далее. И вот попробуйте показать мужу, что, в принципе, он может вот получить то, что он хочет. Он может получить то, что ему интересно, то, что ему нравится, если будет делать то-то, то-то, то-то. Это первое. То есть тут нужно определить желание вашего мужа и, собственно, предложить ему попробовать. желательно вместе с вами. То есть человеку, у которого депрессия, как правило, он издает со ста девочек. Вот. Это первое. Второе. Это, собственно говоря, ваше состояние. Ваше собственное состояние. Как ни странно. Ваше собственное состояние, оно очень важно. То есть если вы своему мужу покажете, что вам плохо. Если вы своему мужу покажете, что вам тяжело, что вы нуждаетесь в нем, то вам нужна его защита, вам нужна его сила, вам нужна его поддержка. Он вполне вероятно, если любит вас, если вы ему дороги, он найдет что-то делать. Конечно, опять же, не факт, что сразу и не факт, что быстро, но определенно это его подстегнет. Ну и последнее. Я не думаю, что депрессия вашего мужа, это то, его настоящий образ жизни, который у него есть сейчас, это то, чего он хочет. Я не думаю, что то, как он живет сейчас, это то, что ему нравится, то, что ему нужно. И вам нужно ему об этом сказать. Вот, дорогой, посмотри, как ты живешь. Ты этого хочешь, ты этого хотел. Это то, к чему ты стремишься, это то, чего ты желаешь. Вот я думаю, что именно так вам нужно ему сказать. Именно это нужно ему говорить. Но, раз и разом, снова и снова, спокойно, без агрессии, без наезда, наоборот, так вот, вкратчиво, тихо, доброжелательно, чтобы мужчина видел, что вы хотите ему помочь. Чтобы мужчина ощущал вашу поддержку. Я думаю, что хорошим вариантом будет куда-то его вытащить с фонтаном. То есть, знаете как, вытолкнуть его из зоны комфорта. Это было бы неплохо, потому что мужчина оказывается не зоны комфорта, а он оказывается перед необходимостью что-либо делать. И, оказывается перед такой необходимостью, мужчина имеет шанс ненадолго, хотя бы, подсчитывать себя свободно. То, что ему нужно сейчас. А человек это то, что делает препарат. Они выводят человека на такой уровень, когда с ним можно работать. Ну и не забывайте, что депрессия это определенные негативные установки, глубины-глубины, которые деструктивно сказываются на личностной структуре человека и деградирующие на его деятельности. Если вы в процессе разговора с ним, если вы готовы поработать с психотерапистом, для него бесплатно, если вы в процессе разговора с ним найдете его негативные установки, глубинные, то есть, что образует костяк депрессивного состояния, то в процессе диалогов можно эти негативные установки применять. Опять, здесь все зависит от палок и у вас отношения с ним, и какое место в его жизни вы занимаетесь. Вот так, к сожалению, к сожалению о том, что, ага, значит, у вас образовалась такая вот проблема, но по-другому, по-другому ее не лечить. Не как, а тут только либо вот ваша поддержка, либо такие вещи, как врач. Но если поддержка, то это эффект будет незначительный. Это клинический случай, и клинический случай, как и любая болезнь, лечится врача. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok